Которые собираются осчастливить свою любимую женщину 8 марта. И, конечно, делиться опытом будет мужчина. А все наши разговоры сегодня, естественно, о женщине и о любви. Представлю вам моего гостя Владислав Туманов, лауреат международных конкурсов эстрадной песни. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, Жанна. Хочу сказать вам, дорогие друзья, что совсем недавно у Влада вышел новый компакт-диск и новый сборник стихов. Влад, давай скажем всем твоим поклонникам и поклонницам, когда состоится сольный концерт. Ну, прежде всего, хочу сказать, что мой компакт-диск, моя книга стихов вышла как раз накануне праздника 8 марта. И посвящаются они именно женщинам, потому что название у них неповторимое. А сольный концерт планируется в конце апреля в Театре музыкальной комедии. Я буду рад вас видеть. Ну что ж, от слов к делу. Влад, давай скажем, что же мы сегодня будем готовить. Сегодня у нас в меню нежнейшая телятина с кровью. Потрясающее название. Я предлагаю мужчинам в день 8 марта для любимых женщин сделать кулинарный сюрприз. Нужно съездить на рынок, выбрать мясо, парную телятину и нажатием большого пальца проверить свежесть и мягкость. Ну, естественно, к этому зелень. К этому блюду зелень идет. Базилик, петрушка, кинзал, лук, укроп. И атрибуты такие, как лимон. Это важно. Это очень важно. И гранат. Гранат, да. И огурчики с помидорчиками. Рассказываю, как приготовить телятина с кровью. Значит, берется филейная часть и нарезается поперек волокон вот такими пластиками. Затем отбивается кулинарным молотком, солится. Нарезается лук. Это как раз тот вариант, когда кашу маслом не испортишь. То есть много лука можно? Ну, лука сколько угодно. Также можно поливать соком, то есть не жалеть лимона. Раскладывается мясо. В кастрюльке или в чашке слоями. Слой лук, лимон, сок лимона. Снова слой. И так до бесконечности, пока мясо не закончится. Затем это ставится все на полчаса, для того, чтобы мясо пропиталось луком и соком лимона. Время нашей программы ограничено. А потому все необходимые манипуляции с мясом Влад проделал заранее. Влад, а у меня в связи с этим возник тебе такой вопрос. Ты рекомендуешь нашим мужчинам ранним утром 8 марта отправиться на рынок и купить парное мясо и зелень. И все. Ну, конечно же, непременным атрибутом праздничного стола является французское красное сухое вино и цветы, которые любит ваша женщина. Самое важное в приготовлении телятины с кровью – это жарко. Жарко занимает не более минуты, то есть по 30 секунд с каждой стороны. 30 секунд прошло, переворачиваем на другую сторону. Вот видите, у нас как получается круто просто. У меня возникает опасение, что это просто сырое будет мясо. Нет, даже можешь не волноваться. Мясо просто будет во рту таять. Ну вот. И можно снимать. Пока мы жарим мясо, Влад, я хочу тебя, знаешь, о чем спросить? Как ты сам будешь поздравлять своих домашних женщин? Ну, вот, видимо, вот так и буду. Долой, как говорится, салаты, пельмени и другие шаблонные атрибуты. Хочется просто сделать здоровый стол с зеленью, с фруктами, с овощами и с натуральным мясом, с кровью. Она еще и с кровью. Так, переворачиваем. Так, ну да, уже пора, пора, пора. Дорогие, праздник вместе. С курса ждут призы. Только кулинарными. Так вот, у меня к тебе такая просьба. Расскажи зрителям, зрителям-мужчинам свой рецепт, как завоевать сердце женщины. Ну, на самом деле, все гениальное просто. У меня очень короткий рецепт. Мужчина сам должен быть в центре внимания и делать что-то лучше других. Вот, все. Наша программа выходит накануне самого женского дня в году. И, конечно, мы не можем не поздравить представительниц прекрасного пола с этим праздником. Очаровательные наши женщины. Поздравляю вас с наступающим вашим праздником и желаю вам здоровья и вечной влюбленности. Я хочу подарить в честь праздника 8 марта вашей программе и всем женщинам свой романс, который называется «Мне ничего от вас не нужно». Мне ничего от вас не нужно, и я не жду ничего. Желаю счастья с вашим мужем и от судьбы всего-всего. Вам не одно воспоминание, восторг давно уснувших дней. Вы словно первое свидание в ушедшей юности моей. А тебя, Жанна, я хочу поздравить как прекрасную хозяйку и очаровательную женщину с праздником 8 марта и преподнести этот скромный букет цветов. Поздравляю. 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 Продолжение следует...